С Днём Победы вас, дорогие братья и сестры! Это на самом деле такой священный праздник, потому что без Бога такой победы достичь было бы просто невозможно. И День Победы, он объединяет всех нас, потому что это просто невообразимо, это масштабная победа над тем злом, которая вторгалась, распространялась, разрушала всё вокруг. И поэтому День Победы, он во многом созвучен Пасхе, воскресенье Христово, он даровал воскресенье Руси. И храмы воскресли именно в то время, и обители стали воздвигаться, и многие подвижники благочестия и старцы, такие как, допустим, архимандрит Кирилл Павлов, они именно в годы войны обратились к Богу, потому что присутствие Божие именно на войне стало очевидно для вот этих простых тружеников, для настоящих героев. Благодаря их жертвенности мы живём, вот Россия существует только за счёт жертвенности, за счёт того, что кто-то отдавал себя ради других, и День Победы – это именно вот подвиг и победа жертвы, жертвы нашего народа. Это победа над тем злом, которое всё вокруг распространялось. И это действительно воскресенье Руси, и это значит, что Русь Господом не оставлена, и никакие ни мировые правительства, не те, кто там пытаются что-то устраивать, они нас не одолеют, покуда мы будем вместе с Господом, и покуда мы будем хотя бы в малом стараться повторить вот тот подвиг и ту жертвенность, те личные усилия, которые явили наши деды, наши прадеды, отцы, матери, бабушки, все, кто положил свои души во время Второй мировой войны ради спасения отчизны. С праздником вас, дорогие братья и сестры! С Днём Великой Победы! Пусть этот день и эта победа навсегда останутся в наших сердцах. И храни всех Господь!